я здесь абсолютный новичок название курорт получил от фамилии эстонца никогда жившего в этих краях здесь такая основная основная часть где можно именно погулять а это именно целый такой мини-городок здесь расположились несколько интересных тематических отелей и в качестве дизайнеров сюда был приглашен валентин юдашкин нашел номера по 40 тысяч рублей за сутки поэтому маршруту можно дойти до водопадов до нескольких это озер и на подъемнике на канатную дорогу и здесь несколько с разной длиной 550 гектар общая территория комплекса здесь кстати на территории очень прикольно очень круто сделано то что вы ходите здесь есть вот такие всякие разные информационные таблички нормальная герметичная упаковка откуда ничего не будет кап ребята парк реально огромный со своими объектами и и и и и и и и друзья всем привет я продолжаю свое путешествие по курортам краснодарского края для того чтобы выяснить что же можно здесь делать чем заняться в зимний период времени что здесь делать летом я думаю что это очевидно всем и в настоящее время я собственно говоря нахожусь на территории курорта роза хутор мы посмотрим его я вам все покажу расскажу я здесь абсолютный новичок я не был здесь никогда поэтому все для меня здесь в новинку в диковинку и в принципе я буду делиться мнением человека который здесь впервые рассказывать и показывать все что я вижу и чтобы вы тоже имели представление всего здесь никогда не был все знают розу хутор как один из самых популярных горнолыжных курортов краснодарского края не все знают ее в цифрах 550 гектар общая территория комплекса 7 работающих подъемников 77 горнолыжных трасс 12 отелей более 15 ресторанов и более 40 магазинов когда впервые слышишь название этого горнолыжного курорта то скорее всего он ассоциируется с цветами розами ну или именем девушки роза и фамилией хутор ну чем не фамилия но на самом деле название курорт получил от фамилии эстонца никогда жившего в этих краях адула роза после того как крепостное право было отменено в эстонских краях наступил сложный период все наследство после смерти родителей передавалась лишь старшим сыновьям семьи а остальным приходилось выживать самостоятельно в 1881 году 73 эстонских семьи в числе которых был и адул решили переехать за пределы своей родины с целью поиска жилья и работы тогда то они и обнаружили что на западном кавказе есть возможность получить свободные участки земли таким образом эстонские семьи перешли высокие перевалы и остановились у реки мзымта селение нынче известная как эсту садок появилась как раз благодаря эстонцам и буквально и означает эстонский сад а жизни самого роза сведений не сохранилось кроме тех что жил он на хуторе который теперь и носит его название как сюда добраться и сколько сюда ехать по времени из адлера а ближайший аэропорт у вас адлеровский аэропорт из адлера вы доедете до сюда 30 минут ну максимум 45 минут то есть это очень быстро и очень удобно значит если вы без машины то вы легко можете взять каршеринг в аренду и приехать сюда и точно также здесь здесь есть куча этих каршерингов вы сможете отсюда уехать в сочи или в адлер ну а не очень близко как мы уже поняли 30-45 минут если кстати на территории очень прикольно очень круто сделано то что вы ходите и здесь есть вот такие всякие разные информационные таблички где можно посмотреть на горы здесь рассказывается о горах о природе о пиках которые здесь есть животных которые здесь обитают очень очень прикольно еще очень классная штука что это не просто скажем там горнолыжка да а это именно целый такой мини городок где классно будет как взрослым так и детям потому что здесь есть оборудованы площадки детские здесь всякие там прудики бассейн чеки ну правда естественно сейчас как бы зимой бассейн чеки они спущены и точно также если вы приехали сюда на там некоторое время то здесь есть и там турники где можно позаниматься здесь я видел людей катающихся на велосипедах на всяких там различных штуках дрюках и бегающих людей то есть здесь спокойно можно заниматься спортом то есть полноценная жизнь что посмотреть здесь есть внизу красная поляна здесь есть газпромовский курорт и здесь собственно говоря роза хутор я рекомендую вам ехать сразу же в розу хутор но хотя здесь все как бы рядышком роза хутор потому что здесь ну такая основная основная часть где можно именно погулять вот насладиться там чтением да как сидят здесь на лавочках читают с видом на лес горы и реку здесь магазины здесь рестораны кафе плоть до макдональдса да здесь же конечно же отеля и гостиницы окей допустим мы хотим здесь остаться сколько стоит остаться здесь в гостинице давайте глянем вот к примеру я посмотрел на букинги что нам дает букинг минимально на одного человека будет около трех тысяч рублей здесь гостиницы я не буду говорить никакие названия гостиниц потому что их здесь много ну и как бы это не рекламка да у нас три тысячи рублей если примеру семьей я хочу остаться там четыре человека два взрослых два родителя то я нашел минималку сейчас за пять там с небольшим я считаю что это абсолютно адекватные деньги что же касается дорогих ценников ну как бы я тут нашел номера по 40 тысяч рублей за сутки вот ну не знаю я думаю что может быть тут могут быть варианты и подороже вот но как бы 40 тысяч рублей за сутки давайте вот на такой диапазон и смотреть от 3 до 40 но теперь самое интересное выбиваем кофейку и на подъемнике на канатную дорогу и здесь несколько с разной длиной ну естественно мы с вами пойдем на самую длинную так ребята взял и билетик на канатную дорогу правда не на самую высокую потому что самая высокая не работает как высота которой 2 300 я сейчас взял на высоту 1600 стрела она называется и плюс еще ходят туда посещение двух музеев музей значит моя россия и и еще какой-то еще будет вот в общем отправляемся на высоту 1600 метров то заплатила 1290 рублей если кому интересно да ребята вот если хочется уединить это вот эта кабинка это именно то место здесь я не знаю мне кажется полчаса до того чтобы до самого верха добраться полчаса вверх полчаса вниз один в кабинке никого вокруг летишь на высоте ну я не знаю прикинуть метров наверно метров на 30 только снег деревья и горы вокруг ну и небо конечно горнолыжный курорт роза хутор был дважды награжден премией sky business awards как самый посещаемый курорт россии ежегодно курорт посещает почти 2 миллиона гостей а начиная с 2013 года и по сегодняшний день 7 лет подряд курорт признается лучшим горнолыжным комплексом страны в 2020 году курорт получил награду travelers choice сервиса tripadvisor в зимний период 2020 года курорт посетила около девяносто двух с половиной тысяч гостей при этом летом количество гостей значительно больше чем в зимний период ежегодно курорт летом посещает около миллиона человек это запрещенку делают еще про погулять то есть есть ну скажем гора городская часть ну собственно говоря вот этот мини город со своими ресторанами со своими отелями а есть часть лесная вот я вам покажу пример вы доходите ну практически до конца здесь все по прямой здесь все вдоль речки но одна без на роза хутор и здесь начало маршрута тропа здоровья и здесь значит у нас разного рода маршруты по горам есть малое кольцо 310 метров среднее кольцо 1600 метров и большое кольцо почти два километра и сразу же с разным временем то есть 15 минут это за первое кольцо значит полтора часа и два часа соответственно по этому маршруту можно значит дойти до водопадов до нескольких это озер и даже можно увидеть каких-нибудь животных типа оленей хотя я думаю что они наверно все уже убежали куда-нибудь далеко если сравнивать с европейскими курортами я часто бываю в той же австрии в швейцарии кстати можете посмотреть мои выпуски про швейцарию и выпуски про учебные заведения в швейцарии на канале с maps education на втором на моем канале здесь есть про швейцарию я рассказывал делал выпуски неоднократно значит что касается курорта удобств уровня я не хочу как бы так сравнивать вот здесь роза хутор к примеру местные курорты с европейским просто могу вам сказать что здесь сделано круто сделано круто и на мировом уровне вот с чем бы это не сравнивать зимой помимо катаний на лыжах и сноуборде есть и другие развлечения поэтому каждый посетитель сможет найти что-то по душе на курорте располагается хаски центр где можно покататься на собачьих упряжках а также пообщаться с собаками на высоте 960 метров есть тюбинг или как говорят народе ватрушки есть и зона с возможностью покататься на санках только вместо привычных нам из детства железных санок с деревянной сидушкой и веревочкой здесь выдают огромные деревянные сани с круглыми носами когда на улице зима и снег на курорте роза хутор можно даже искупаться и поваляться на песчаном пляже в аквапарке расположенном в торговом центре горки город здесь на территории есть и каток и даже так называемый снега ступинг пешие прогулки по заснеженным склонам летом здесь проводятся экскурсии которые знакомят посетителей с олимпийским наследием сочи 2014 проходят эти экскурсии по трем основным курортам красная поляна роза хутор и газпром 2020 году был открыт комплекс моя россия который сперва был создан как культурно-этнографический центр здесь расположились несколько интересных тематических отелей и в качестве дизайнеров сюда был приглашен валентин юдашкин благодаря работе которого каждый из отелей обладает своими местными оттенками отель невский напоминающий особняк 19 века кижи в деревянном срубе архангельской области сибирь в тереме из тёса в конечно здесь же находится и кафе где подаются блюда прошлых времен кстати немногие знают но вот это ратуша в центре долины розы хутор она стилистически повторяет сочинский вокзал который строился по архитектурному проекту известнейшего архитектора алексея николаевича душкина и он не просто архитектор он лауреат сталинских премий и он работал значит над сочинским вокзалом он работал над вокзалом в симферополе они похожи и вот эта ратуша она стилистически повторяет вот эти вокзалы ну как бы естественно как у нас всегда бывает многие значит скептики говорили что это все очень скажем так выполнено быстро халатно и не так не так четко как это все было у душкина ну здесь все строилось в преддвериях олимпиады очень быстро надо было сдать объекты скажем так ну и как бы в сроки все было сдано да конечно где-то может быть каких-то деталей не было учтено но тем не менее тем не менее ребята все это выглядит очень очень круто ребята взял здесь шарму а здесь есть и такое на улице и посмотрите нормальная герметичная упаковка откуда ничего не будет капать это не те варианты когда доберешь шар мушечку любимую а там ее потом салфетки в рулон такой завернут рулон этот пакет чтобы ничего не вываливалось никакого вот нанотехнологии розе хутор все продумано до мелочей и глинтвенчик вот так я за рулем безалкоголь да кстати знаете какой момент прикольный мне понравилось здесь ходишь и я не увидел ни одного курящего человека понимаете ни одного курящего человека а потом я увидел что здесь знаки висят значит и типа не курить я не знаю изделие это по розе хутор или только вот тут зона но я не видел ни одного курящего человека ребята здесь кстати макдональдса за макдональдсом стоят такси набирают по несколько человек и отправляются я так понимаю что или сочи или в адлер куда-то поэтому имейте ввиду и тут же автобусы и и Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»